Друзья, приветствую! Сергей из города Козельск Калужской области прислал образцы масла Total Quartz 9000 Energy HKS G310 530 А5 масло, значит SL полнозольное масло, вот описание автомобиля Hyundai Solaris 1.4 G4FA, значит 107 сил. Лабораторный анализ данного масла от 2020 года и сами образцы. Сейчас я вам покажу, значит, как желательно не делать. Сейчас распакую, немножко протекло. Эталон данного масла у меня уже создан, поэтому я сравню свежие от Сергея и потом проверю отработку. Так, все, вот я заложил. Тут традиционно небольшое согласование по съемке и по работе записи экрана. Так, вот закладываю, смотрите, значит, в противоизносных присадок 103%, очень рядом. Сажи нет. Кислотный 1.74 в лабораторном 1.9 и в эталоне 1.9 у меня. И щелочное 9.6 в эталоне 9.8 и в лабораторном. В общем-то, если в пределах погрешности щелочное, там 0.2, то вот кислотное достаточно сильно отличается. Здесь, возможно, не ошибка лаборатории, а вот такое слабое место лаборатории, плохо очищенный электрод, и поэтому завышенные показания. С большой вероятностью это так. Вот, ну или чуть подправлена рецептура, потому что, видите, по противоизноске все-все-все очень рядом. Так, ну, приступаем к проверке отработки. Значит, Солярис с пробегом 65,5 тысяч. Пробег на масле 2409 километров, 65 моточасов со средней скоростью 37 километров в час. Масло, топливо, Роснефть 95, АИ-95. Ну и давайте посмотрим, что получилось. Значит, противоизносных присадок 50%. На таком пробеге непонятна вообще ситуация. Сажи 0,02, значит, пробег на автомобиле небольшой, 2,32 кислотная подрастает по чуть-чуть. Ну и щелочное 7,1. Ну, так незначительно, но припало. Гликоля 0,1. Смотрите, почему так не стоит действовать? Поступать, значит, слишком короткий пробег на масле. То есть, максимальное падение после смены масла оказывает не сливаемый остаток. То есть, сразу имеем падение, может быть, на единицу, в зависимости от того, насколько кислотным было прошлое масло. Значит, падение серьезное. И вот динамика этого падения учитывается, что прогноз сильно сокращается. Ну, вы видите, да, там вроде всего ничего, пробег, а уже такие вот показатели. Сейчас покажу вам вязкость. На мой взгляд, не стоит присылать образцы с такими короткими интервалами. Оптимальнее всего это, наверное, часов 200-250. Так, смотрите, вязкость. Есть разжижение примерно на четверть, 25% от максимального до красной зоны. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео, подписаться на канал, ну и колокольчик, если хотите получать уведомления о новых видео. И сейчас, значит, прогноз ресурса, но, повторюсь, он такой себе имеет низкую точность, потому что он занижен из-за того, что интервал слишком короткий. Большое очень влияние на этот прогноз оказал несливаемый остаток, на мой взгляд. Вот, сразу как мы меняем масло, сразу поехали, сразу максимально быстро упало там щелочное, подросло кислотное. И вот потом уже в расчетах это учитывается. Чем дальше мы катаем, тем меньше, грубо говоря, падения. На такую пологую дугу выходит падение ресурса. Вот, а здесь не совсем корректные данные, поэтому я вот говорю, что так желательно не делать. То есть это выброшенные, грубо говоря, деньги. Вот, и толком ни прогноза нет, и, как бы, информации практически не получить с данного анализа. По оптимальному, как я уже сказал, 200-250 или тот интервал, на котором вы меняете. То есть если катаете там по 6000, ну, тогда желательно вот на 6000 и взять. Вот, если катаете там по 15, то тогда возьмите на каком-то разумном, там 250, может 300 мод часов, ну, грубо говоря, там на 10. Тогда уж, по крайней мере, можно будет точнее выловить, на каком интервале масло сработалось. Вот, ну, а так, видите, что получается. Картина такая непонятная. Тем не менее, благодарю Сергея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok